Зал Крыевического музея оборудован с полным соблюдением мер профилактики коронавирусной инфекции. Столы на необходимой дистанции, участники диктанта в масках все вакцинированы. На входе у них проверили температуру тела. Второй год подряд диктант пишем в условиях пандемии. Поэтому главное обращение к его участникам от руководства области о пропаганде вакцинации от смертельно опасного вируса. Сегодня у нас особое время. Сегодня идет война. Война с ковидом. Врачи так назвали ее. Это очень серьезная тема и очень серьезный вопрос. Умирают люди. На сегодняшний день уже в России умерло больше, чем во время Первой мировой войны. У нас в Брянской области уже умер 17-летний ребенок. Болеют и страдают дети. От каждого из вас, кто присутствует сегодня здесь, на этой акции, здесь все до одного привиты. Я прошу это особо подчеркнуть в средствах массовой информации. Все с QR-кодами, с прививкой. И каждый здесь присутствующий понимает свою меру ответственности. Но я прошу вас, каждого, работать с населением, говорить о том, что прививаться необходимо. Это сейчас наш вклад в общую победу. В числе участников диктанта в Брянске представители национальных диаспор, проживающих на территории региона, лидеры общественных организаций. В диктанте 30 вопросов, на ответы дается 45 минут. Темы затронуты самые разные. От традиционных блюд, обрядов, костюмов народов России до актуальной сегодня в стране переписи населения. Само участие позволяет не только проверить свои знания. Самое главное, большой этнографический диктант позволяет больше познать нашу родину, нашу историю, задуматься над теми процессами, которые проходили. Очень интересно, много вопросов, которые ты проверяешь. Знаешь или что-то новое узнаешь, или же насколько ты знаешь там, где живешь, насколько знаешь про многие национальности, то, что в России живут. И некоторые вопросы, которые в обыходе в Брянске могут встречаться. Поэтому очень приятное, нужное дело. Впервые в этнодиктанте принимает участие официальный представитель Дагестана Алим Султанов. Он посоветовал организаторам диктанта в следующем году усилить региональную часть вопросов интересными фактами из истории. Если вязать чисто остродубские, да, там у них есть, вот раньше был свой говор, который, скажем, разговаривали чисто на своем языке. А с чем это было связано? Оно было связано с тем, что было, когда они ходили на торговлю, чтобы их никто не грабил, у них свой говор такой был, язык был. Вот таких моментов, значит, в следующий раз я бы попросил бы, скажем, побольше, скажем, включить именно то, что касается на Брянске. Ответы на вопросы диктанта придут всем, кто его написал на электронную почту после 8 ноября вместе с результатами и сертификатом о прохождении большого этнографического диктанта. Александра Седачева, Анатолий Чекрыгин, Виктор Левченко. События. Брянск.